Здравствуйте, дорогие друзья! Всем доброе утро, благословенного дня и возможности, которые Бог предназначил для этого дня, пусть нами будут приняты. Любая возможность, которая приходит с небес, она несет в себе заряды неба. Поэтому так важно наблюдать, а что за возможности в дне сегодняшнем Бог открывает. Это и Его Слово, это и молитвенная жизнь, это и откровения, которые нас ожидают на разных этапах пути. И тогда, когда мы сами читаем, и тогда, когда мы слушаем, тогда, когда мы сидим за одним столом и едим хлеб на каждый день. Поэтому пусть сегодня Господь поделится с нами, опять же, своим небесным хлебом с Его калориями, с Его возможностями и с Его питанием для нашего духа. И слава Богу, что не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. И то, что мы сегодня с вами произносим или берем из Его послания, то это не значит, что оно стало человеческим словом от того, что попало в наши уста. А как раз наоборот. Это то, что делает сильным каждого из нас, если мы берем в свои уста Его Слово, Его послание, и оно проходит прежде всего через нас, работая с нашими внутренними процессами, укрепляя нас на Божьем основании и выводя нашу жизнь на Его платформу. Это очень важно, друзья, потому что Его платформа, она еще имеет тенденцию двигаться с Его скоростью, и даже если надо, подняться. Поэтому у нас есть в этом необходимость. Мы вступаем в новый день, и мы не знаем, что нас ожидает, но мы знаем Бога, который уже нас там ждет в этом новом дне, во всех задачах, которые нам предстоит сделать сегодня. Итак, Давид, который оставляет ковчег, не везет его в свой дом, а оставляет у Гефянина, Авидара. И оставался ковчег Господень в доме Авидара Гефянина три месяца. Много это или мало? Три месяца. По крайней мере, сезон. Вы знаете, что в течение года сезоны календарные, а не три месяца. Поэтому у нас с вами сегодня есть возможность посмотреть тоже на определенный сезон своей жизни, оборачиваясь назад и увидеть, я получал благословения в этом сезоне, и они, так скажем, были для меня очевидны и для окружающих также, либо был застой в этом сезоне. Посмотрите, не надо ждать год, не надо ждать, может быть, месяцы еще. Вот сезона достаточно, чтобы разобраться, в правильном я направлении шагаю, либо нет, либо у меня застой получается. Потому что за это время можно увидеть как благословения, так и их отсутствие, и даже просто остановку, что важно для себя отмечать. Почему важно, друзья? Если сезон застоя будет умножен и продлится несколько сезонов, то это печально. Мы тогда можем потерять очень много того, над чем трудились раньше, потому что кто не собирает, тот расточает. И поэтому, собрав однажды и видя благословения в предыдущие годы жизни, и даже, может быть, радуясь этим благословениям, замечая их и благодаришь Бога за это, но в то же время, если у тебя не получает твоя душа, твой дух, твое присутствие Божьей веры внутри тебя, не получает новых плодов, новых свидетельств, то это как раз застой, где надо бить тревогу. И поэтому Давид за три месяца что-то заметил. И благословил Господь Авидара и весь дом его. Три месяца было достаточно, чтобы увидеть, что дом благословен, и Авидар благословен, и все дети его благословены. Друзья, я очень хочу, чтобы в нашем доме был ковчег, и чтобы мы понимали, что его присутствие, оно к чему-то нас будет обязывать. Мы не знаем, как себя вел Авидар, но, по всей вероятности, он очень был аккуратен с ковчегом, потому что он только что знал, что произошло с Озой, и поэтому он мог почтение максимальное, насколько понимал, выражать Божьему присутствие в его доме. И за это Бог его благословил. И поэтому я верю, что у нас с вами есть удивительная возможность сегодня, в этом новом дне, сделать отсчет сезона, который мы сможем с вами просмотреть. А что же в моей-то жизни произойдет за три месяца? Какие изменения в плюс или в минус? Или просто ничего не происходит, чтобы быть мудрым человеком? И не просто забить тревогу, а задать Богу вопросы. Господи, что мне надо поменять, чтобы Твоему ковчегу было комфортно на территории моего сердца? Небесный Отец, я благодарю Тебя, что мы извлекаем уроки из всего того, что было в истории, и хотим, чтобы они были для нас максимальными, чтобы мы могли взять все то, что Ты заложил туда, все то, что Ты для нас предназначил. И я благодарю Тебя за Давида, который был внимателен к руке Твоей, который был внимателен к Твоим благословениям, не только в своей жизни, но и в жизни других людей, что привело его к правильным выводам и к правильным действиям. Поэтому пусть и в нашу жизнь они приходят. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, друзья. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»